МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале о самых главных темах к этому часу. Цены растут, качество снижается. В жилищную инспекцию республики поступило более тысячи жалоб на низкое качество коммунальных услуг. В считанные секунды оказался в пасте собаки. Шестилетний мальчик из Чародинского района серьезно пострадал от обладения разъяренного пса. Месяц прощения и добра. Вечер лаки прошел накануне в московском шатре Рамадана. На коллективный ефтар собрались более тысячи верующих. Дагестанцы недовольны качеством коммунальных услуг. Так, более 1200 жалоб поступило в Государственную жилищную инспекцию республики. Больше всего людей возмущает низкое качество отопления в зимний период. Беспокоят людей также перебои со светом, вопросы газоснабжения и водоотведения. Вывоз мусора, который, напомним, недавно подорожал, также возмущает жителей. Немало жалоб поступило и на техническое состояние жилищного фонда. Среди них обращения по поводу некачественного функционирования лифтов, неудовлетворительного состояния придомовой территории, течи в кровли и прочие проблемы. Отметим недовольные условиями проживания в основном жители Махачкалы, Каспийска и Дербента. В России будет создан реестр с информацией о проблемных строительных объектах. Об этом заявила зампредседателя правительства страны Виталий Мутко. На начало 2019 года в 68 субъектах официально зарегистрировано 900 проблемных новостроек. От действий нерадивых застройщиков пострадали 38 тысяч граждан. В Дагестане разработана дорожная карта по ликвидации проблемных объектов долевого строительства. В этот список попали 10 объектов, а права обманутых дольщиков планируется восстановить до 2021 года. С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого финансирования. Она предусматривает, что при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги напрямую в банк. Застройщик может получить их только после сдачи дома. Это нововведение должно защитить покупателей, вложившихся в будущий дом на стадии котлована. В последнее время в республике участились случаи нападения собак на людей. Вот только если раньше это происходило в оживленных районах города, то следующий сюжет о случае из ряда вон выходящем. В селении Цуриб, Чародинского района, жертвой нападения собаки стал 6-летний мальчик. И если бы не Магомед Гасанов, который проезжал мимо, ситуация могла бы закончиться трагически. Подробности героического поступка мужчины в сюжете Хадижи Курбановой. Шестилетняя Абдула в больнице с множественными гематомами на шее. Именно она, шея, оказалась в пасти озверевшей собаки. В тот день, вспоминает мать, ничего не предвещало беды. Мальчик играл во дворе с местными ребятами. Неожиданно собака набросилась на детей, которые тут же побежали прочь. Не успел за остальными только маленький Абдула. В миг он оказался совсем один в пасти большой собаки. И если бы не проезжавший мимо Магомед Гасанов, дело могло бы окончиться плачевно. Я ехал в село, по пути остановился в Сурибе, совершил мечевный намаз. И совершил намаз, дальше поехал в окраине села, увиделся далеко, собака что-то тащит. И потом подъехал, узнал, что это ребенок. Я крикнул, она потом отпустила ребенка, я сразу схватил и отвез в больницу. Я в это время не знал, что ребенок жив или нет. Маленький Абдула совсем не подавал признаков жизни. Собака придавила шею ребенка, едва не задев сонную артерию. Мужчина отвез ребенка в районную больницу, откуда врачи перенаправили его в Махачкалу. Несколько дней он пробыл в реанимации. Врачи утверждают, дорога была каждая минута. Сама травма очень была тяжелая в области шеи, множественные глубокие укусы. В связи с бригадой хирургов, травматологов, реаниматолога была осмотрена в приемном покое. Повреждение трахеи не подтвердилось, но множественные укушенные раны и отек в этой области шеи был большой. Поэтому на пару дней мы ее уложили в реанимационное отделение. Мать Абдулы говорит на камеру, отказывается. Женщина в шоковом состоянии. Утверждают, что это соседская собака и никак не могли ожидать от нее внезапного нападения. Тем не менее, женщина безмерно благодарна Магомеду, который не остался равнодушным и не проехал мимо. Как любой отец не мог проехать мимо, там же мог бы быть мой сын тоже. На это место мог бы мой сын тоже. Вот так, благодаря случайному стечению обстоятельств, Магомед Гасанов оказался в нужное время в нужном месте. Сейчас состояние мальчика стабильное. Заживление ран, по прогнозам врачей, займет несколько недель. Но последствия принесенного стресса определенное время будут. И без помощи психолога маленькому Абдуле не обойтись. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Разрешение на временное проживание в России получила накануне тяжело больная гражданка Азербайджана. 68-летняя Патимат Абдулаева с заявлением обратилась в управление по вопросам миграции. После проведения необходимых проверок документ был оформлен, однако женщине очень тяжело даются визиты в управление в связи с болезнью. Поэтому глава ведомства лично вручил документ. Теперь она может оформить медицинский полис и лечиться на территории нашей страны. В течение трех лет вы можете жить спокойно, не выезжая домой каждый три месяца. Мы знаем ваше положение, что вы болеете, вам тяжело ездить. Поэтому пошли на все уступки, все сделали. Живите здесь, лечитесь, воспитывайте своих внуков. Я очень рада. Мои положения вы поняли, мне помогали. Очень большое спасибо. Около полутора тысяч мусульман приняли участие в коллективном эфтаре в московском шатре Рамадана. Этот проект ежегодно реализуется в Духовном управлении мусульман столицы России. Накануне в шатре проходил вечер Лаки. Подробности у Курмана Рагимова. Каждый день, как праздник, коллективное разговение объединяет сердца верующих. В этот вечер за одним столом собрались представители Лакской общины Москвы. Для них эфтар – это не просто сытный ужин, но и возможность найти новые знакомства и укрепить братские узы. Я очень рад, что вдалеке от родины наши земляки собираются, встречаются, организовывают такие мероприятия. Я рад, что участвовал в этом мероприятии. И у меня есть большая надежда, что, иншаллах, лакский народ возродится. Но возрождение, оно обязательно с религией, верой Всевышнего Аллаха. Без этого никак. Поэтому с верой Всевышнего Аллаха я уверен, что возрождение Лакцев нашей Родины, иншаллах, будет. В оргкомитет мероприятия вошли три общественные организации. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа – чтение Корана, показ видеороликов и выступления ученых-богословов. Молодежи подробно рассказали об истории и культуре Лаки, о роли лакцев в распространении ислама на Кавказе. Впечатления у меня самые наилучшие, самые незабываемые. Потому что мы, молодежь, в том числе, сумели организовать такое мероприятие и накормить более полутора тысяч постящихся. Да и для нас тоже, как для команды, это мероприятие такое, которое сплачивает нашу команду и помогает нам в дальнейшем проводить тоже такие крупные мероприятия. Завершился вечер неформальным общением за чашкой чая. В планах у организаторов продолжать добрую традицию. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Москва. Рамадан месяц благих дел, а для кого-то и причина получить побольше прибыли. В преддверии праздничных дней регулярно повышаются цены на самые необходимые товары. Будет ли исключение в этом году или же людям опять придется покупать все дороже, чем обычно? И в связи с этим Муфтият Дагестана выступил с обращением к предпринимателям и торговцам. Практически ежегодно в дни священного места Рамадан и преддверии праздничных дней мы наблюдаем массовое завышение цен на некоторые продовольственные и другие товары. В связи с этим Муфтият Республики Дагестан призывает предпринимателей быть милосердными и сострадательными. И учитывая возможности населения придерживаться лояльной ценовой политики в торговле. Халисти посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассаляма, от имама Бухари передается смысл. Да простит Аллах грехи того, кто проявил щедрость и снисходительность, когда покупал, продавал и требовал свой долг. Каков уровень развития Дербента накануне определили эксперты Агентства стратегического развития Центр. Свою итоговую работу объемом почти в 300 страниц они показали на встрече с представителями администрации. На протяжении последних четырех месяцев специалисты агентства кропотливо собирали данные. Результаты исследования станут основой для создания мастер-плана города, который будет разработан путем проведения открытого международного конкурса. Именно мастер-план определит основные векторы развития города на 8 лет вперед. Экспертная группа приезжает сюда снова и снова для взаимодействия с ключевыми экспертами, специалистами, жителями, руководителями учреждений в различных областях. Начиная от культуры и образования, заканчивая вопросами МЧС и инженерной инфраструктуры. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим, не переключаясь. В столице Дагестана будет установлен памятник жертвам политических репрессий. Монумент возведут на проспекте Петра I. Такие памятники будут внушать мысль будущим политикам и общественным деятелям о недопустимости подобного в будущем, считает историк Микдад Каяев. В Дербенте росгвардейцы задержали вооруженного мужчину, стрелявшего местного жителя. В результате возникшего конфликта один из молодых людей произвел выстрелы из двух травматических пистолетов своего оппонента. Пострадавший получил шесть ранений в область грудной клетки и левого бедра. Проводятся следственные действия. Новый закон о развитии и охране горных территорий позволит вернуть людей в села. Закон предусматривает особые льготы для людей, занимающихся хозяйством на высоте свыше полутора тысяч метров над уровнем моря. И к новостям спорта. Семь золотых медалей выиграли дагестанские тайбоксеры на первенстве России среди юношей. Турнир с участием более 600 спортсменов завершился в Одинцовском районе Подмосковья. Наша команда стала первой в общем за счете единоборцев от 14 до 15 лет, а также показала второй результат возрастной группе от 12 до 13 лет. По итогам соревнований будет сформирована юношеская сборная России для участия в первенстве мира, которое пройдет осенью в Турции. Правительство Дагестана окажет финансовую поддержку Академии Анжи. Об этом накануне говорили в Минспорта на собрании футбольного актива республики. Руководитель спортивного ведомства Магомед Магомедов заверил, несмотря на то, что основная команда Анжи может потерять профессиональный статус, Академия продолжит свое функционирование. Для ее воспитанников в том числе будут открыты двери училища Олимпийского резерва по футболу Дагестан в Каспийске. На совещании были обсуждены и другие вопросы по развитию этого вида спорта в регионе. Так, председатель Федерации футбола Будун Будунов сообщил о планах сформировать еще одну дагестанскую команду для участия в первенстве профессиональной футбольной лиги, третьего по значимости дивизион России. Инициатива была правильной в связи с тем, что сегодня наш футбольный клуб Анжи, к сожалению, потерял какие-то позиции в премьер-лиге. И для нас очень важно сегодня сохранить ту составляющую, что у нас есть. Это, конечно, прежде всего, Академия наша. Переживаем за этих наших детишек. И будем делать все для того, чтобы сохранить и Академию, и систематизировать, наверное, все, что футбольное из нашей республики. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok